Дорожное движение – это жестко установленные нормативные правовые акции. С точки зрения людей 21 века мы говорим о безопасности и качестве дорога. Сделали здесь 2 или 3 года назад, я не помню, наконец-то дорогу на этой буровой. Сделали хорошо. Здесь прорывает каждый год по 3-4 месяца подряд. Она держится. Спасибо строителям. Но с точки зрения безопасности мы просто видим – это хаос. Это абсолютный хаос, который раздражает людей, которые создают, соответственно, обстановку, при которой могут пострадать эти же самые люди. Ну, смотрите, вот о чем я говорю. Вот кто как. Он сейчас вот с этого места должен ехать по кольцу, человек едет прямо. Ну, это же правило дорожного движения. Согласны. Ну, куда поставьте, раз в петлаш, хотя бы по спорту приезжать людей. Потому что это уже так и привычка наша. Вот смотрите, вот так вот они поворачивают. Что они должны делать? Папа, в этом отношении, вот мы сегодня посмотрели, сделали, ну, две остановки таких. И первая была в так называемом объекте, где все видно, все расписано, все оно новое, блестящее, красивое. Есть оставшийся Саратов. Если это не новый ремонт дороги, представляет примерно так. Или разметки нет, или она отсутствует, или ее просто плохо видно. Потому что даже, ну, собственно говоря, вы сегодня признали, что на третьей дачной, это хороший пластик, он лежит, правильно? Но его нужно мыть. Его нужно мыть, потому что на яркой инструкции его просто-напросто здесь не видно. Поэтому сочетание разметки, знаков дорожного и дорожного полотна, это такая проблема. Мы считаем ее очень важной. Главное, будем ей заниматься. По итогу сегодняшнего ряда, по крайней мере, мы напишем официальное письмо на мэра. С перечислением тех недостатков, которых мы сегодня увидели. И в зависимости, получается, от ответа, который мы получим, мы дальше будем обращаться к прокуратуре. И еще, коллеги, посмотрите, вот проблема, которая является основополагающей, вот в том безобразии, которое мы сегодня наблюдаем, это закупочные вещи. Последний подряд, это больше 11 миллионов рублей, которые выиграла подрядная организация, вот это была минимальная цена, она выиграла суммы 7 миллионов рублей, ну, с копейками там. То есть, фактически, в 4 миллиона просто-напросто они куда-то ушли. Поэтому мы на таких сложных развязках не наблюдаем стрелок, направляющих повороты направо-налево. Мы видим вот эти разрывы большие, на которых фирма начинает экономить. Поэтому мы еще будем разбираться и в проблеме, каким образом организовано тех заданий по 44-му закону, в котором в дальнейшем муниципалитет, оказывается, не может работать с подрядной организацией, потому что именно выиграла она и за такую сумму. Но коль муниципалитет объявляет в 11 миллионов, а экономия на 4, с точки зрения государственных трат и муниципального бюджета, это хорошо. Но с точки зрения безопасности в минимальных положениях, это, скорее всего, плохо. И вот это будет вторая часть нашей работы. Таким образом, соответственно, создаются вот эти задания, которые выиграли в фирме. Да, Вадим Яковлевич? Есть дополнение. Значит, мы проехали площадь Тенина, все увидели там, что разметка стоит хаотичная, целесообразная, как и здесь, сделать островки безопасности в виде приподнятых цветников, то есть назовем их разделительные полосы. И соответственно, образ метки. Если брать здесь, вот тут, как вас видите, вы видите разметки островки безопасности, но они могут быть как бы самоликвидированы, потому что метеусловие не позволяет длительное время краски находиться. То есть это именно островки безопасности. Приподнятые, как цветничок, они будут улучшать безопасность дорожного движения. То есть будем ходатайствовать именно еще и об этом. Также здесь отсутствуют дорожные знаки, так называемые направления движения при кольцевом движении. Это синий круг со стрелкой, потому что могут водители поехать и в левую сторону направления, и никто его за это не накажет. И также целесообразно в дачный период, хоть он уже заканчивается, с направления из Пензы поставить стрелку вправо, так как блокируют движение полностью здесь. Машины стоят по 2-3 километра, иногда бывает в дачный период.